Выпадение осадков влияет не только на дорожную обстановку, к примеру, на Верхнеколыме с 27 сентября, не переставая, идет снег. Самим фактом выпадения такого рода осадков здесь никого не удивишь и летом, но такого количества снега в это время не припомнят даже старожилы. Подробности в материале наших корреспондентов. За неделю снежный покров достиг необычной для этого времени отметки 15-20 сантиметров, а кое-где он доходит и до колена. При этом температура воздуха держится на отметке близкой к нулю. Сотрудникам аэропорта Зырянка такие метеоусловия только прибавляют работы. Приходится постоянно чистить взлетно-посадочную полосу, несмотря на то, что погода нелетная. Накануне погодные условия ненадолго стабилизировались и пассажиры рейса в Якутск-Зырянка за прошлую пятницу, субботу и вторник, наконец-то смогли прилететь домой. Да, мы удивились, особенно когда увидели взлетное поле, смотрим, да, и удивляемся, и больше всего поражаемся тому, вот сравниваем. Какое время года мы попали, не хочешь, чтобы это была зима, говорим, это весна. Сейчас осадки опять возобновились, и по прогнозам на Верхнеколыме снег будет идти еще по меньшей мере неделю. Наталья Ломанова, Александр Данилова, НВК Саха, Зырянка.